Здравствуйте! С вами Михаил Кириченко. Вы смотрите краткий отчет о текущих событиях в разработке и внедрении прорывных транспортных технологий Skyway. В этом выпуске производственный центр внедряет работу новый высокотехнологичный станок. Меры по противодействию коронавирусу успешно внедрены в группе компаний Skyway. И этот день в истории. Итак, обо всем этом подробнее. Производственный комплекс пополнился новым многофункциональным обрабатывающим центром от ведущего японского производителя Okuma. Уникальность устройства состоит в филигранной точности и высоком качестве вытачиваемых изделий. В соответствии с заданной 3D-моделью будущего изделия, машина в автоматическом режиме и без участия оператора будет создавать самые сложные детали для высокотехнологичного транспорта. Станок оснащен магазином на 40 инструментов и поворотной резервной головой, что позволит нам обрабатывать детали под различными углами и на различных диаметрах. Для корпусов электродвигателей нам ранее приходилось использовать от 4 до 5 установок на различные станки ЩПУ. Данный станок позволит нам сократить число установок до 2. Изделия, обработанные на данном станке, могут применяться для различных видов механизмов, как в авиатехнике, так и в танкостроении, машиностроении, в энергоснабжении и так далее. Все зависит от того, какую деталь нам необходимо получить. Имея чертеж либо 3D-модель нужного нам изделия, мы с легкостью можем получить это в металле. В рамках стратегии развития механического участка в ближайшее время в производственный комплекс Skyway доставят еще два высокотехнологичных обрабатывающих центра. Это позволит выйти на новый уровень качества готовой продукции и, по оценкам аналитиков, увеличить темпы производства в несколько раз. К слову, аналогичные установки применяются в авиастроении и при сборке космических спутников. На данный момент таких станков в Беларуси всего два. Подробный рассказ об этом ценном приобретении компании-разработчика технологии Skyway в одной из наших ближайших публикаций. В группе компаний Skyway приняты меры по противодействию распространению коронавируса. Проект работает в штатном режиме. Заболевание среди сотрудников не выявлено. Глобальные планы не меняются. Некоторые задержки от поставщиков, объяснимые в данный момент, не носят критического характера и не оказывают существенного влияния на воплощение проекта. Мы имеем альтернативных поставщиков, наладили работу с клиентами и подрядчиками по скайпу, имеем запас сотрудников в шардже, поэтому даже ограничения мирового масштаба скажутся на нашем пути минимально. Тем не менее, в рамках рекомендации Всемирной организации здравоохранения на предприятиях Skyway введен режим повышенной готовности. Персонал использует средства индивидуальной защиты и проинформирован о необходимости незамедлительно сообщать об ухудшении самочувствия уполномоченным лицам. Напомню, как и другие респираторные инфекции, коронавирус передается воздушно-капельным путем, а также при касании к загрязненной поверхности, например, к дверной ручке. Призываем также и всех наших партнеров к бдительности в местах массового скопления людей. Берегите себя и своих близких. И завершит наш сегодняшний выпуск рубрика «Этот день в истории Skyway». Выпускница факультета по обучению туроператоров Университета катания Росселла Тамара Алнаджар первой в Италии написала дипломную работу, в которой рассказала о струнном транспорте Юницкого. Вот что она сама рассказывала об этом событии. «Вчера был один из лучших моих дней. Я окончила университет и в то же время получила большое удовлетворение от проекта, в который я верила с самого начала. Выбор темы Skyway для моего диплома сыграл свою роль. Теперь началась реальная работа». Я надеюсь, что в один прекрасный день каждый из вас сможет освободить свой разум и выйти из этой зоны комфорта, дающей вам ощущение безопасности. Бросьтесь с головой в новое, рискните, пролейте весь свой пот за то, во что верите. Проект Skyway морально поддерживает братскую Италию в этот непростой период. И прекрасным призывом молодой итальянки мы заканчиваем наш сегодняшний краткий выпуск. Не сомневаемся, что в скором будущем в этой замечательной стране, где у нас огромное количество партнеров, будет много адресных проектов с использованием струнных технологий. Следите за обновлениями официальных сайтов Skyway, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наш проект, следуйте нашему примеру. И на вопрос «Как здоровье?» вы всегда сможете ответить фразой из популярного анекдота «Не дождетесь!» Строй Skyway! Спасай планету! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!